некоторое время назад я писал тут своем телеграме ядерная держава не может проиграть в войне сразу же выскочили сопливые англо-американские выкормыши с источными криками нет совсем не так даже сестра проигрывали в войне но это явная ложь я ведь говорил не про вьетнам афганистан или еще десятки мест в которых америкосы великолониальные захватнические войны я писал про исторические войны которых происходит защита своего отечества своей земли своих людей своих ценностей вот такие войны ядерные державы никогда не проигрывали почему я снова пишу об этом да вот читаю всяких но уже поняли что это не я пишу это не шатальман пишет все пост медведева дмитрия на то анатольевич как его зовут не помню алексеевич афиногенович в общем дмитрия медведева чем дальше продолжать почему я говорит снова пишу об этом да вот читаю слова всяких пистолиус of шапсами и думаю они реально такие мудаки или все-таки прикидываются вот видите достойная речь достойный президент российской федерации согласитесь правда все-таки такие мудаки или все-таки прикидываются это кстати россияне выбрали его президентом чтобы вы поняли медведева в 2008 году на выборах я уверен что действительно больше половины проголосовала за человека который так разговаривает как разгорит они реально такие мудаки или все-таки прикидываются мир не может позволить себе победу россии в этой войне цитирует мед я цитирую медведева который цитирует пистолиуса как это а вот так окей представим себе на минуту что россия проиграла украина союзниками победила он наконец-то у медведева развернулась правильная фантазия в правильную сторону россия проиграла украина союзниками победила что для наших врагов неонацистов с их западными спонсорами будь такой победой ну как об этом многократно говорилось возврат границам 1991 года вот хочу снова отвлечься от текста медведева и сказать да наконец-то 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 все-таки на западе не просто говорят про эти 1991 года его границы а фиксируют на бумаге во время мюнхенской конференции о которой мы с вами сегодня подробно будем говорить ну а последствия она уже закончилась все умыли руки но последствия у нее есть там было многое сказано сделано подписан в том числе подписаны договоры наши с францией и германией договоры украины безопасности в которых четко написано что границы 1991 года это упомянуто и там и там мало того у французов по моему договорили у немцев или у французов или у французов или у немцев по моему французов что они обязуются помочь нам строить армию которая сможет освободить территорию до границы 1991 года не просто помочь нам строить армию а вот ту которая сможет это сделать это наш ответ медведев продолжаю дальше медведев то есть прямой и необратимый развал нынешней россии в которой пока в состав которой по конституции входят новые территории и тогда уже яростная гражданская война с окончательным исчезновением нашей страны с карты мира десятки миллионов жертв гибель нашего будущего крах всего на свете не ну слушайте вот это мне нравится ну наконец-то вот у медведя даже мысль пошла в правильном направлении не если он так считает мы-то как бы не настаивали правильно но вы же настаиваете то есть если россия будет соблюдать международное законодательство всего-навсего соблюдать международные законы всего-навсего то в которое она сама вписалась между прочим то есть вернется к своей настоящей границе не будет придумывать фальшивые то что с ней случится она необратимо развалится в ней начнется яростная гражданская война с исчезновением страны карты мира десятки миллионов жертв но такое только про чикатило можно сказать да вот если чикатило начнет вдруг быть порядочным человеком ходить на работу как все сексом заниматься только с женой причем только три раза в неделю вот и все как это как приличный мальчик то конечно у него взорвется мозг в голове начнется гражданская война и будет десятки миллионов жертв внутри него самого а сам он повесится потому что чикатило не может он маньяк он не может жить как нормальный человек российская федерация страна маньяк она не может жить как нормальная страна вот это говорит бывший президент россии медведев второй человек в нынешней россии это чистосердечное признание маньяка вы понимаете то что я сейчас зачитываю из телеграм-канала медведево чистосердечное признание маньяка что дальше он там пишет ну дальше писать читать зачем дальше он пишет что будет ну маньяк это же маньяк чистосердечно признается что если вы все-таки заставите меня соблюдать законы то я буду убивать всех подряд кого только смогу и кого только достану в частности угрожает что будет нанесен ядерный удар по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам. То есть, заметьте, не по уродливым российским, а по красивым мировым столицам. Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. Красивым Москва не перечисляется, это мы понимаем. Давно введенным, там, бла-бла-бла. Хватит ли нам на это духу, если на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны? Ну, тут уже бред сумасшедшего. Страну, которой 33 года, он называет тысячелетней, ну, бывает. Значит, принесенный народом России в числе веков, жертвы окажут напрасными. Ответ очевиден, бла-бла-бла-бла-бла. Так что лучше пусть возвращают все, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага, как Авдеевку. Вот понимаете, да? Вот сразу виден контраст. Четкий контраст. Планы, реальность. Планы. Нанесем удар по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. И смотрите, Авдеевку уже, видите, начали. Ну, Авдеевку же уже, да? То есть, как было в старом анекдоте. Ну, видишь, потихонечку уже отдаю. Правильно? Потихонечку уже отдаем. Вот, так сказать, да, план Киев, Берлин, Лондон, Вашингтон. Ну, Авдеевка уже кое-что тоже. Вот такой пост Медведева. Очень хорошо. Вот просто хорошо. Вы думаете, что я читаю, чтобы поржать? Нет. Ну, конечно, нет. Вот он говорит, что Писториус, он пишет про Писториуса и про министра обороны Великобритании Шапса, которые делают вот такие заявления про возвращение границ от 91-го года. Вы думаете, они их случайно делают? Вы думаете, они бы их делали не будь таких писем Медведева, нет, не делали бы. А как важно, что это все во время Мюнхенской конференции произошло. Что-то этот пост, он опубликован во время Мюнхенской конференции. Вот они там садятся в Мюнхене, и утром каждый получает мониторинг, каждый, кто там есть, каждый мировой лидер получает этот мониторинг, и там, ну, потому что это второй человек в России, его тексты, поверьте, входят в аналы, отливаются в граните. И на отлитых в граните табличках приносятся западным лидерам, они говорят, а, значит, ядерной удар куда вы собираетесь наносить? Киев, Берлин, Лондон, Вашингтон. Ну, предположим, как мы их сейчас обвиняем, что им, дескать, на Киев взяло начхать. Берлин, Лондон, Вашингтон. Ядерные удары. Прямым текстом. Ну, вообще-то, так-то, напомню, в тысячный раз, тысячный иногда приходится напоминать, что угроза нанесения ядерного удара по безъядерной стране, а Киев и Берлин – это столицы безъядерного государства, является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. И в этой ситуации Китай, Великобритания, США и Франция обязаны остановить российскую агрессию. Обязаны по этому договору. В момент, когда они начинают угрожать. А они официальное лицо это сообщает. Вот так. Полезный идиот. Они говорили про Такера Канусона, полезный идиот. Вот вам полезный идиот. Вот вам пример полезнейшего идиота. Да, опасный. Они все опасные люди. Они собираются это делать, правда. Но полезные, полезные. Ну, Путин как бы решил, что вот эти слова должен был вообще сказать Путин, но как всегда не решился. Был занят. Ездил по Чебоксарам, Чебурекам, Чебурашкам. Поэтому он как бы вслед уже, вот типа, это заявил медведь. А дальше Путин продолжил. Происходящее в Украине – это судьба. Вопрос жизни и смерти для России. О как. Оказывается, происходящее в Украине – вопрос жизни и смерти для России. То есть, взять Авдеевку или не взять Авдеевку – это вопрос жизни и смерти для России. То есть, если мы отобьем Авдеевку, то, видимо, это будет то самое «Игла в яйце». Правильно? А это он, оказывается, давал интервью опять за Рубель, снова тому же самому, но потому что Карлсона вызвать не удалось. Кстати, они Карлсону сделали предложение, от которого, может быть, он, возможно, он не сможет отказаться. Они ему предложили возглавить какой-то телеканал. Да, как раз, что туда и уже занято. Вряд ли ему такое позволится. Ну, не знаю, там, спутник Армения, видимо. Ну, значит, ситуация в Украине чувствительна и важна для России, является для нее вопросом жизни и смерти. Для нас самих и для слушателей, зрителей за рубежом важно понять ход наших мыслей. Нам важно понять ход мыслей. У него есть ход, оказывается, мыслей. Да мы его ход заметили, он только назад. Ход мыслей Путина мы вот точно поняли. Мы поняли ход мыслей. Начинает сразу с 892 года. Вот такой ход у него мыслей. И дальше идет, идет, идет. Но до сегодняшнего дня никак не доходит. До завтрашнего уж тем более. Наше состояние, говорит, надо понять. Ну, вот это, слушайте, вот если там чистосердечное признание маньяка, но письмо медведя, это чистосердечное признание маньяка, то вот это заявление Путина, это прямо нужно к этому, к Фрейду, да, на анализ. Значит, нужно важную нам, чтобы поняли ход наших мыслей. Наше состояние, чтобы поняли. И насколько это чувствительно для нашей страны. Видите, то есть болит у него, болит, чешется, зудит. Нужно, чтобы поняли его состояние. Человек просто, слушайте, человек выпьет о том, что возьмите меня в психушку. У меня состояние, у меня зудит. И поймите ход моих мыслей. Слушайте, ход мыслей обычного нормального человека можно понять. Вам человек говорит, вы понимаете ход его мыслей. А этого нельзя. Ну, ровно по той причине. Дум-дум. Для них, пишет он, это значит, для Украины и Запада, это улучшение своего тактического положения. А для нас это судьба, вопрос жизни и смерти. Ну, это как помните, да, вот прямо тоже из этого, ну, не анекдота, а исторического уже анекдота. Ну, тогда, когда корпорация там какая-то большая, должна человеку зарплату в 100 долларов. Вы поймите, для вас это всего лишь 100 долларов, а для нашей корпорации это огромные деньги. Вы поймите, для России жизненно важно, чтобы кроме Владивостока, Магадана, Ямала и Москвы у нас еще была Авдеевка. А для вас-то что, так, улучшение тактического положения? Вы поймите нас, поймите. Он чуть не расплакался здесь. Ну, чуть не расплакался серьезно. Кстати, опять, опять понесло его. И сказал Путин, что все-таки Украина и украинцы и россияне один народ. Никто их не разделяет, это один народ, сказал Путин. Прямо сказал это рабочим, на заводе, но есть нюанс. Кто видел? Он сказал это на заводе военном, на фоне пушек и танков, которые там изготавливаются, которые убивают украинцев. Он рассказывал про один народ на фоне пушек и танков. Все-таки контекст, контекст важная, железная штука. И вот в правильном очень контексте в этот момент выступил, как мне кажется, на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский. Я пока всего одну его цитату скажу, а потом уже мы до технических подробностей доберем еще дольше. Не стоит бояться поражения Путина. Путин – это угроза для всех свободных народов. И да, для тех, кто еще не слышал. Путин – это монстр, который вторся в Украину и убил тысячи и тысячи людей. Похитил и депортировал по меньшей мере десятки тысяч украинских детей. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь поражения Путина и разрушения его режима. Вместо этого давайте работать вместе, чтобы разрушить то, за что он выступает. Если сейчас не победить Путина, любой российский диктатор после него будет помнить, как удерживать власть, аннексируя земли других народов, убивая оппонентов и разрушая мировой порядок. Вот так выступал Зеленский на форуме. На это я взял всего лишь одну цитату. Но это главная цитата, если говорить по политическому значению. Дальше мы перейдем к военному. Там тоже очень много смыслов. Но сейчас я говорю о политическом значении. Главное, к чему мы должны призывать Запад, и призвали. И, похоже, Запад, судя по словам Медведева, он же не на Зеленского ссылался, а на Писториуса и Шапса. Да и, кстати, Шольц уже недалеко от них ушел, от Писториусов и Шапса. На Западе это поняли, 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 поняли. И мне кажется, по-моему, я так дословно, простите, если я не уследил, мне показалось, что Зеленский призвал в том числе не признавать Путина президентом Российской Федерации после убийства Навального, так как, видите, все совпало. Убит Навальный прямо во время Мюнхенской конференции. Медведев объяснил, что, прямо сказал, что будет бомбить ядерными бомбами Вашингтон, Берлин, Лондон. Случай, если вооруженные силы Украины просто восстановят элементарную территорию целостности, то есть помогут соблюсти международное законодательство. Ну и Путин добавил, что прямо для них вот это все прям жизненно важно. Еще сейчас у него зудит, потому что ему что-то жизненно важное отдавили. Вот такой фон, скажем так, последних трех дней политический. Мы сейчас дойдем до военного, там есть и хорошие новости, наконец-то, тоже. Да, собственно, они есть. Помните, я вчера во время стрима объяснял, что такое Цезарь Кунников, и что хорошие новости есть всегда. Но сегодня, перед тем, как назвать цифру дня, у нас есть цифра дня, я скромно напомню, что на канале Штельман тоже есть цифра дня, и она не изменилась со вчерашнего дня, 360 тысяч подписчиков. А это слегка такое, знаете, 360, вчера было 360, а сегодня 360. Я избалован вами, дорогие мои друзья, избалован за последнюю неделю. Было очень много, очень больших событий. Вы стали смотреть очень много канал Штельман, очень много подписываться. И когда вдруг со вчерашнего вечера, до сегодняшнего дня, не сдвинулся с места Штельманометр, стоит, стоял и стоять будет, как говорится, меня про что-то это радует, потому что Штельманометр нет. Поэтому прошу подписаться на канал Штельман, чтобы сделать сегодня к вечеру хотя бы 362. Видите, аппетит приходит во время еды, тысяча подписчиков. Пока вы ставите лайки, я все-таки назову цифру дня, седьмой самолет, шестой и седьмой. За последние трое суток, шестой и седьмой российские самолеты сбиты были только что. Но вот я записываю это днем, во время воздушной тревоги. Причем, знаете, к сожалению, воздушная тревога не учебная. Насколько я понимаю, прозвучали взрывы. Вот сейчас прямо идет воздушная тревога. Насколько я понимаю, прозвучали взрывы в Полтавской области. Забыл, где еще, простите. Там рядом с Полтавской еще где-то взрывы прозвучали. В воздухе летает МИГ, который, возможно, с кинжалами, плюс летит баллистика на нас. Какая-то воздушная тревога по всей Украине. Ну, а мы сбили за это время шестой и седьмой самолет. Они, как говорят, тонут возле Мариуполя, вроде бы. По крайней мере, один из них тонет возле Мариуполя, второй не знаю. Значит, мы в субботу сбили три, в воскресенье вчера два. Нет, а нет, какой седьмой, что же я говорю-то? Наврал я вам, простите. Получается, пятый и шестой, пятый и шестой. Я-то думал, счастливое число семь. Ну, может быть, к вечеру мы еще собьем. Значит, три в субботу, один в воскресенье, два сегодня. Семь самолетов подряд. Эти три фигурируют в сводке. Этот один тоже фигурирует в сводке самолет. И в этой же сводке фигурируют еще во вчерашней. 1290, 1290 россиян, российских солдат, 11 танков, 34 БМП, 24 артиллерийских орудия. Вот. Но шестой, значит, самолет. Шестой самолет. Пятый и шестой. Да. Почему так происходит-то? Напомню. Потому что они пытаются лихо атаковать. Вот это то, что возле Мариуполя, это у меня уже такая мысль, что ведь сегодня была большая попытка штурма вот этого нашего выступа, который мы на запорожском направлении в результате весеннего контрнаступления организовали. Ну, летнего. И вот во время этого штурма, скорее всего, что-то мы сбили. Так что там-то, ну, полетайте, ребят, ну, полетайте. Много не налетаете, надеюсь. Да, Сырский официально заявил сегодня утром, воздушные силы вооруженных сил уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Ну, да, вот тот самый случай. Они пытаются управляемыми авиабомбами снова брать все, как они взяли Авдеевку. Ну, вот пока получается вот так. Отдельно ночью четыре шахеда выпустили россияне по нам. Что-то у них стало пожиже и помельче, да. Четыре, а не сорок четыре вообще. И все четыре были нашими сбиты. В ответ мы нанесли ракетный удар по Макеевке. И там горит сейчас нефтебаза в Макеевке. Жаль, что не на территории России, что мы вынуждены взрывать нефтебазы на своей собственной территории. Ну, что делать, эта территория оккупирована врагом. По вражеской территории мы тоже били сегодня беспилотниками. Вроде бы по Ростову и по Белгороду. Но результатов пока нет. Над Белгородом вроде бы все сбито. Что в Ростове, не знаю, взрывы там были. Результаты пока неизвестны. Еще из хороших чисто военных новостей. В Севастополе сдох полковник Могаджа. Ну, какой-то там полковник, неважно. Он был как раз-таки замкомандующего 18-й армии. Насколько я понимаю, вот это он штурмовал Макеевку и душтурмовался. Его ранили, и в результате умер он в Севастополе. Замкомандующего армии. Жалко, что полковник так бы еще одного генерала поставили. Бы еще одну звездочку нарисовали в честь мертвого генерала. От фронта двигаемся чуть-чуть на запад. Ольга спрашивает в комментариях. Михаил, добрый день. Можете ли вы рассказать, объяснить, что же все-таки происходит на польской границе? Я заметила закономерность. Но может мне показалось, что чем хуже дела у нас на фронте, тем активнее становятся польские протесты против всего украинского. Может ли это иметь русский след? О чем говорит Ольга? О том, что впервые поляки пытались или заблокировали, уж не знаю, не только зерновозы, но и пассажирские автобусы. То есть людей, которые спасаются от российских обстрелов. Это очень больно на самом деле. Одно дело экономическая война, и люди спасают свой доход. Мы можем с ними не соглашаться, но у каждого своя правда. Когда они блокируют наше зерно, то у каждого своя правда. И мы правы, и они правы, и нам нужно бороться, доказывать и так далее. Потому что люди спасают свой доход. Но здесь они пытаются не пускать наших. То есть это женщины, которые приехали навестить мужей, например, или едут навестить мужа, и их пытаются не пустить. Тех мужей, которые на фронте воюют, за поляков в том числе. Стыдно, товарищи, стыдно. Вы уж там, если кто в Польше, вы как-то разъясните, что это, почему это ездят эти автобусы, зачем и с кем они ездят. Что это не зерно возят на этих автобусах. Объясните там. Вас там много в Польше меня смотрят. Попробуйте, кому сможете просто объяснить. Я не про петиции, я просто по-человечески. Но, Ольга, отвечаю на ваш вопрос. Верю ли я там в русский след? Нет, почти не верю. Почти не верю. Почему? Да, когда мы говорим о каких-то событиях в Венгрии, даже когда мы говорим о каких-то событиях в Мексике, что вот мексиканцы ломятся на американскую границу, то тогда я готов говорить, что это русский след. Польша – страна такая, вы знаете, ну, достаточно от России защищенная в большой степени. Там все-таки давно уже объявлена охота на российских агентов, и русские агенты не чувствуют себя вольготно в Польше. Их сразу прессуют, сразу отлавливают, сразу. И правильно делают, слава богу. Поэтому, да, в Польше наверняка есть русские разведчики, это все само собой. Но вот так развернуть массовую кампанию в Польше, я думаю, присядешь надолго, если ты русский агент. Поэтому не думаю я, что это в данном случае действие россиян. В данном случае думаю, что нет. Ну, а Россия, раз я загорел о России, то в России все еще ищут тело мертвого Навального. Не смогли добиться освобождения живого Навального российские оппозиционеры, теперь пытаются добиться освобождения мертвого Навального. Живого Навального безуспешно освобождали три года. Снимали кино и так далее. Рисовали ролики, проводили форумы. Теперь пытаются освободить мертвого Навального. Тоже петиция. 46 тысяч человек подписали обращение в Следственный комитет с требованием выдать тело Навального семье. Мне эта сумма, я смотрю, только знакомые 46 тысяч человек, Я думаю, что на что похоже? А, ну да, на потерю российской армии под Авдеевкой. Просто случайное совпадение. Случайное совпадение. И вот когда я это читал, эти новости о том, как они борются за освобождение тела мертвого Навального, за то, чтобы выдали его родственникам, я вдруг понял, что вообще-то после смерти Навального прошло трое суток, вообще-то, трое суток. И за трое суток я не услышал от российской оппозиции политических заявлений. Я услышал много анализа, аналитики, расследований журналистских. То есть от журналистов оппозиционных я увидел, да, российские оппозиционные журналисты пытаются узнать, куда повезли, как убили, не убили, как именно убили, чем убили. Пытаются, это правда. Эксперты пытаются рассуждать на тему, что будет дальше, вот так или сяк, будут протесты, не будут протесты. Люди, которые там, возможно, принесли цветы, ну, куда могли. И, кстати, арестованы в России там 250 человек, не 250 тысяч, а 250 человек, да, в буквальном смысле. По поводу смерти Навального тоже понимаю. А политического заявления ни одного, ноль штук. И это российская оппозиция, это о ней многое говорит. Когда по поводу того, что убили их же лидера, их собственного лидера политического, главного, нет ни одного политического. То есть, они не сказали, что, вот я вчера, помните, предложил лозунг, мы пойдем другим путем, Ленинский взять, и даже разъяснил, что он означает. Путь насильственного свержения строя, который вот так поступил с их лидером. Нет, такого решения тоже не принято. Но пока я готовился к тому, чтобы вот так вот жестко отнестись к русской оппозиции, нашлась одна на всю Россию. Ну, я имею в виду из больших, я не говорю сейчас про людей, которые поддерживают, это другое, а про лидеров политических. И самое удивительное, кто нашелся-то? Юлия Навальная нашлась. Юлия Навальная. Человек, который больше всего пострадал в этой ситуации, ну, может, еще мать также пострадала, да, и дети. Но человек, который точно больше всего пострадал от убийства Навального, в мире больше всего пострадала Юлия Навальная. У нее убили мужа, отняли половину жизни, как она говорит, отца детей. Самого любимого в жизни человека убили. Она его два года не видела физически. И она единственная, кто выпустила политическое заявление. Одна на 140 миллионов. Прямо перед этим роликом я зашел на канал Навального. Я никогда не заходил до сих пор. Я никогда, может, и не зашел бы туда давно уже. Там сидит Юля Навальная, 8 минут ролик. Вот знаете, если вы хотите посмотреть, что такое, что... Хотите поверить, что в России все-таки кто-то есть, посмотрите этот ролик просто. Я не буду его даже выкладывать, найдете, я думаю, везде. Начинается словами, я не должна быть здесь, на этом канале. Я вообще, говорит, впервые выступаю на этом канале. На этом канале должен быть другой человек, но его убили. И заканчивает она, в общем-то, тем, что берет на себя ответственность теперь за все это. Что она готова. Вот заметьте, у человека ушло три дня. Три дня, когда убили ее мужа, еще не выдали тело, не похоронили, ничего. Три дня. У меня в русской оппозиции 33 года. Года, не дня, года. А у Юлии Навальной три дня. Ну вот, да. И вы знаете, тут я подумал, такой парадокс. Путин убил Навального в тюрьме, а получил Навальную на свободе. Я ему не завидую, Путин, честно вам скажу. И вот удивительно, я перед тем, как слушал Навальную, читал пост тоже одной девушки, просто в интернете, просто в фейсбуке, в смысле. Просто моя виртуальная знакомая. Я с ней не знаком лично. И она пишет там теплые, горячие даже слова про Навального, про то, что жизнь на этом не заканчивается, как надо бороться дальше. И заканчивает словами, еще избавьте меня от сочувствующих смайликов, копите ярость, она продуктивнее. И Юлия Навальная практически. Она не сказала, избавьте меня от сочувствующих, но сказала, копите ярость, она продуктивная. Копите ярость, она продуктивная, она в Украине пригодилась. По-моему, благодаря этому, в общем-то, украинские воины отстояли свободу и независимость Украины. Да, пока не восстановили территориальную целостность. Да, пока мы теряем что-то где-то. Но отстояли сам факт существования Украины благодаря накопленной яростью. После вчерашнего стрима получил я много от вас реакций. И очень вам благодарен, я почитал ваши комментарии. В основном безымянные, ну потому что там в Ютубе имя не пишется, когда коммент. Боль утраты наших воинов в Авдеевке, пишет один из юзеров. Следующий, Алла Акбар. Алла Акбар пишет. На Авдеевке Украина не кончается. Все адекватные люди в мире понимают, что Россия найдет свой конец как государство в Украине. Слава Украине. Видите, Алла Акбар. С вами согласен еще и Дмитрий Анатольевич Медведев, что Россия найдет конец свой как государство здесь, в Украине, в боях за Авдеевку. И действительно, на Авдеевке Украина не заканчивается в каком смысле? Вот как говорят военные аналитики, понимаете? Если бы за Авдеевкой шел оперативный простор, а у России за спиной тех, кто штурмовал, стояли бы колонны танковые, которые прорвались бы в эту дыру, образовавшуюся, и вышли бы на оперативный простор и пошли бы уже окружать там Киев или что-то, тогда бы мы сказали, да, это ужасно то, что произошло. Но за Авдеевкой следует просто следующий укрепрайон. Просто следующий. Прям следующий. Который побольше, чем Авдеевка, мягко говоря. Вот еще один безымянный. Спасибо, Михаил. Только мне грустно от того, что после уже 10 лет войны... А, только мне грустно от того, что уже после 10 лет войны, это про вчерашний стрельб, вам приходится втолковывать людям прописные истины. Говорить о том, что война на диване, у экрана телевизора или на экране смартфона совсем не такая, как в жизни. Все все знают, все умеют, невольно вспоминаются. Если все такие грамотные, то почему с троем не ходят? Смерть расистским оккупантам и их прихвостям, героям славы, до перемоги. Могу согласиться со словами героям слава и со словами до перемоги, а то, что надо людям разъяснять, да. Поймите, почему я это делаю, почему я вижу, что людям это надо раз за разом одно и то же. Зачастую одно и то же говорю. Это вообще я не люблю в жизни говорить одно и то же. Но здесь приходится раз за разом часто. Потому что люди живые тоже. Понимаете, мой уважаемый зритель? Люди живые, у людей эмоции, каждый день заново возникающие. От каждого нового горя, новые эмоции. Когда у человека эмоции, он редко способен трезво размышлять. Я сажусь и начинаю трезво размышлять. Вот что я делаю на этом канале. Поэтому тем, у кого бывают эмоции, всем, кто живые люди, рекомендую подписаться на канал Штельман. В 361-ю и вторую тысячу подписка внизу. Вот почему. Да, почему раз за разом. Вот почему прописаны истины. Но эмоции, эмоции никуда не деть, они живые. Потеряли Авдеевку с новой эмоцией. Это правда. А для кого-то, кто из России меня смотрит, возможно, или беженцы из России, для кого-то Навального убили, и вот эмоции. Люди нежелезные. Вы говорите, что война на экране другая, чем в жизни. Да, но и жизнь, она такая, она не на экране. Она горячая, живая. Ольга пишет. Вы, Михаил, помогли лично мне. Облегчили неимоверную человеческую боль за наших защитников Авдеевки, за нашу истерзанную землю. Авдеевка, это Украина была, есть и будет. Согласна, что Америка сдала Авдеевку. Да, к сожалению, Америка сдала Авдеевку. Это не мой лозунг. К сожалению, это сказал Джо Байден. Я бы сам, наверное, не решился, если бы не он. Кто-то мне написал, ну, в шутку, конечно. Да тебе теперь въезд в Америку запретят. За что? За то, что я процитировал Джо Байдена? Ну, согласитесь, была бы в этом определенная ирония, если бы мне запретили въезд в Америку за цитаты из Джо Байдена. Это прям было бы очень по-русски, правда. Ну, и Натали пишет. Наталья, Наталья. Спасибо отдельно, Михаил, за слова о Навальном. Я уже 22 года живу в Европе, но тоже плачу третий день. Казалось, за два года уже шкурка наросла, столько смерти и горя, вся душа была с Украиной. Но да, шок и слезы по Алексею, как по кусочку последней надежды, что у России хоть какое-то будущее. Невероятно жаль того большого, светлого человека и его семью. Видите, Наталья, вот вам жалко его семью, и вы правы, я понимаю все ваши чувства. А его семья, ну, в лице его жены Юлии, взяла и сказала, сейчас все будет. Я продолжу дело Навального. Привела цитаты из него в этом ролике. Так что дайте Юлии Навальной шанс. Переходим немножко. Мы вернемся сейчас на поля Мюнхенской конференции, чтобы обсудить, что там произошло. Но пара слов о России, потому что уж больно, тоже чисто. Это контрастная игра. Вы знаете, в России появилась с одной стороны пламенный лидер оппозиции Юлия Навальная, а с другой стороны в России-то в самой, вот там, на территории РФИ, появилась новая, говорят, царица. И появилась новая царица. Поговаривают газета Миррор, а также еще какие-то британские газеты, что новая любовница у Путина. Хотя зачем ему любовница, когда у него уже это... У него же зуд, и что там еще он писал? Кот мыслей не туда идет. И все вот эти жалобы на состояние здоровья. И ноги дергаются. Но любовницу, говорят, завел. Хотя вы же понимаете, что он с ней делает. Я вам сейчас расскажу, о чем они занимаются по ночам. Так вот, оказалось, что, по мнению британской прессы, новой любовницей стала Мизулина. Новая любовница Путина. Они ее называют Барби там и так далее. Мизулина, ну, вы вряд ли знаете. Я тоже совсем недавно узнал о существовании. Я думал все время, что про другой Мизулина, что там есть какая-то Мизулина-депутат. И я думаю, какая-то любовница, ей 68 лет. Думаю, нет, ну, вполне по возрасту подходит. Нет, 73. Но она подходит, короче, Путину по возрасту. Но оказалось, что это вообще другая Мизулина у них есть. У них много Мизулиной. И вот эта Мизулина-Мазулина, ну, что там, размазываешь одну Мазулину, получается, другая Мизулина. Вот эта другая Мизулина ответственна за цензуру в интернете. Начальник цензуры в интернете. И вот она теперь, значит, любовница Путина. Я думаю, ну, хорошо, тоже, ладно, начальник цензуры. Думаю, зачем ему любовница? Старый же все-таки человек. Нашелся ответ, нашелся. Оказывается, значит, по сообщениям вот этого вот Мирора, у нее, оказывается, историческое образование. И историческое. Она изучала историю. Теперь я знаю, чем занимаются по ночам Путин с Мизулиной. С Рюриковичами. Теперь я понимаю, откуда, собственно, вся вот эта получасовая лекция. Теперь понятно, что кто готовил-то Путина. Вот слушайте, тоже, как политтехнолог, вам скажу. Тысячу раз бывал, как говорится, в такой ситуации. Готовишь кандидата к какому-нибудь выступлению, на каком-нибудь почетном митинге. Он приходит и говорит все другое. Выясняется, что? Понятно. Ночь. А ночная птичка громче поет, как вы знаете. Ночью его какая-нибудь подготовила. Хорошо, если жена, потому что это хотя бы предсказуемо. И ты знаешь, к чему она его подготовит. А тут вот не знали, не знали. Наверняка Песков же готовил Путина. Говорил, вот смотри, Володь, значит, тезисы. Раз, два, три. Ну, Владимир Сергеевич, как он его там называет. Не знаю, Викторович Васильевич. Раз, два, три там тезисы. Вместо этого выходит Путин. Да. Я думаю, что ему зарубили этого, зарубина, привели вечером. Ну, Карлсон, что ночью не приведешь интервью брать, правильно? Ну, днем интервью берет. Вот, значит, ночью с Мизулиной Путин обсудил Рюриковичей. Ну, потому что она историк. Она ему сразу сказала про Рюриковичей. Он вышел, рассказал, что же сказала Мизулина. Тут все поняли, схватились за голову, какой ужас, Володя, что ты несешь. Подготовили его заново и притащили ему в постель этого зарубеля, чтобы он уже давал интервью до того, как Мизулина переработает обратно этого Путина. Ну, вот такая новая интрига появилась, что, оказывается, у них есть и... Да. Ну, ладно. Крен с ним. Все-таки на Мюнскенскую конференцию мы тоже сегодня с вами отправимся, иначе она потеряет общую актуальность. Уже она закончилась. Зеленский встретился там с Камилой Харрис, которую теперь я пророчу в президенты случайно. Чую, чую, женская рука должна быть. Наступает эра женщин. Тихановская, Навальная, Камила Харрис. Наступает, наступает. Женщины спасут мир, поверьте мне. Вот. И... Ну, потому что они этой херней заниматься-то не будут. Ну, только разве что эти путинские бабуси, но их же мы за женщин не держим. Они только Путину в качестве женщин годятся. Как они называются? Бабки Путина или что-то такое? Вы поняли, наверное. Я не про деньги сейчас. Итак, Зеленский встретился с Камилой Харрис, сказал, что мы не рассматриваем альтернативы американской поддержки. То есть, что для нас пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем сегодня альтернативу, потому что рассчитываем на США, как на нашего стратегического партнера, что он останется стратегическим партнером. Считаю ли я, что здесь предательская позиция, говорит Зеленский. Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину. Я не вижу возможности для страт-партнера занять такую позицию. Мы видим вызовы электоральные, политические. Но я хочу прокомментировать. Это внутренние процессы США. Я рассчитываю, что все же союзническая позиция останется. Честно, я тоже. Я делал прогноз, как вы помните, зимой будет принят этот пакет. Потом, вот я все, он был бы принят до 29 февраля, но одна из зрительниц написала мне, что зима в Америке до 20 марта. Значит, вот остался месяц. Остался месяц. Значит, дальше подвел итоги президент Зеленский того, что там, собственно, подвел итоги. Это он во вчерашнем обращении подвел итоги Мюнхенской конференции. Украинский взгляд на мировую политику был поддержан партнерами. Да, скажу, что был поддержан партнерами. Наш взгляд-то какой? Давайте. Наш взгляд такой, что Россия нападет на страны НАТО. Это наш взгляд. И он был поддержан. Вам, Блумберг, в помощь. Тоже процитирую потом. Дальше. Значит, наш взгляд был поддержан. Да. Вопрос, будут ли предприняты действия. Это другое. Одно дело поддержать взгляд, другое предпринять действия. Как вот сегодня смотрят оппозиционно настроенные россияне на речь Юлии Навальной. Они, я думаю, поддерживают ее взгляд. Но готовы ли они поддержать его действия? Зеленский говорит, провел переговоры с лидерами Дании, Нидерландов, Чехии. Есть решение о дополнительной поддержке. А я вам расскажу. А я вам расскажу сейчас. Это уже не Зеленский. Это уже я. Чехия. Президент Петр Павел сообщил нам радостную новость. Не к нам едет ревизор, а совершенно другую. Что он нашел лично где-то 800 тысяч артиллерийских снарядов. Это по нынешним временам просто дадури. 800 тысяч, из которых 500 тысяч на большого калибра 155 миллиметров, которые можно поставить прямо сейчас на месте. Не потом, не за 10 лет, а прямо сейчас 800 тысяч. Это бы прямо повлияло бы на ситуацию на фронте. Президент Чехии там все это сообщил. Ну, я так понимаю, на полях Мюнцинской конференции. Сказал Европе, дайте столько бабло, я их привезу. То есть они не в Чехии лежат. Он договорился, что где-то купят. Ну, условно говоря, в Гватемале нашел. Но он же старый натовский генерал. Он знает, где какие склады зарыты. Может, они во время учения что-нибудь закапывали. 800 тысяч снарядов. А Дания и Нидерланды, с которыми разговаривал Зеленский, это те, кто дает нам F-16. Также с лидером Азербайджана, как всегда, хороший продуктивный разговор, который мог укрепить оба наших народа. Хорошая тема с Азербайджаном. Например, Израиль, который заключил такой стратегический союз с Азербайджаном. Вот сейчас опубликовали статистику азербайджанскую. Выяснилось, что на первом месте по продажам нефти из Азербайджана идет Израиль. То есть большую часть. Ну, не большую часть. Но вот есть список, куда Азербайджан поставляет нефть. И выяснилось, что не в Китае, в основном в Израиль. Вау, круто. Так что за счет Азербайджана можно обеспечить, например, энергетическую безопасность. Хорошая тема. Когда мы, тем более, освободим Черное море окончательно от этого говна, который называется Черноморский флот, то можно танкерами вполне через Батуми-Поти возить азербайджанскую нефть. Так, встретился с премьер-министром Бангладеш, с президентом Гватемалы. Ну, дело хорошее. Да, а также поговорил с крымгрессменами, представителями обоих партий, обоих палат Американского Конгресса. Это то, что сделал президент Зеленский на форуме. Чтобы достичь такого успеха, защитить свою землю, своих людей и нашу общую правду, всех в свободном мире, Украина не должна оставаться в одиночку. Поддержка важна, солидарность важна. И какие практические результаты после этих разговоров. Потом мы еще к эмоциям перейдем, их Блумберг осветил. Но практические результаты, как я сказал, подписания договора с Германией. Вот помните, был разговор, приезжал к нам Риша Сунак, мы подписали договор с Великобританией. И я тогда, я его не критиковал, потому что я сказал, что по сути, да, это такой договор как нужен. Но по форуме сказал я, просто никуда не годится, потому что я читал, и было ощущение, что в него сначала рыбу заворачивали, а потом договор написали. Наши пункты разъезжались, параграфы не сходились, сроки не совпадали. Здесь все не так. Я почитал договор с Германией. Вот это чувствуется немецкая рука, орднонг, писали как положено. Писали как положено. Содержательная часть, ну слушайте, там много страниц, мне было уже как бы лень после английского договора. Но что я нашел? Пункт первый. Выделены конкретные суммы. И вот когда я увидел суммы, которые выделены на помощь, британцы тоже писали такие суммы. Но у Британии было что? Мы типа в 22-м году выделили 2,7 миллиарда, в 23-м 2,7, а в 24-м мы выделим 3. Ну грубо говоря, сейчас берем в долларах. А у Германии динамика другая. В 22-м году 1,69 миллиарда евро, 1,68 миллиарда евро. То есть, ну считайте, полтора миллиарда евро в 22-м году. Это вот каски, каски, помните, да? В 23-м году Германия передала военной помощи 5 миллиардов евро. В 24-м году 7,1 миллиарда евро. Чувствуете динамику? Чувствуете динамику? То есть, да, Германия, да, Европа, да, пытаются и стремятся заменить собой Соединенные Штаты Америки. Да, насколько могут, они это сделают. Вот это уже видно из этих цифр. Это уже не лажа, это уже не ерунда. Это не то, что каски. Вот тогда, кстати, тут, блин, я так постоянно говорю, я говорил, я говорил так, не скромно. Да, не скромно, слушайте, подпишитесь все на меня. Сделайте 1 миллион подписчиков, я перестану так говорить. Буду рассказывать просто вам новости. А так я вынужден все время доказать вам, как-то подлизаться к вам, показать, что ну подпишитесь на канал Штрема. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, подпишитесь. А я же вам вещал, после миллиона подписчиков никаких больше моих просьб с моей стороны. Никаких. Это сейчас прошу, лайк, пожалуйста, подпишитесь. Так вот, я говорил, что когда пугали Байдена, пугали Трампом еще в 22-м году, я говорил, ребята, два года есть у Европы, чтобы стать основным поставщиком всего. И это наш шанс. Защититься от любых неожиданностей, Трамп не Трамп. О, пожалуйста, вот оно, все пошло. Так что это сработало. Из важных еще пунктов есть то, что немцы ставят как условия процесс реформ в Украине. Это нам на руку. Я все время говорил, опять. Просто говорю. Нам на руку то, что они требуют от нас реформ в обмен на военную помощь. Нам же нужны эти реформы. А так будем делать под присмотром немцев. Орднун, Кайнцвайдрай, будем маршировать. И никаких вам бюрократов. Бюрократов много, никакой вам коррупции. Поэтому то, что они требуют от нас реформ, это хорошо. В частности, кстати, что-то уже совсем такое забавное. Что немцы требуют от нас подписать римский статут в обмен на помощь. То есть мы-то сами не подписали. Если к нам приедет Путин, мы его не выдадим в ГАГу. Мы же не подписали римский статут. А чего это мы не подписали римский статут? А вот то, это не подписали почему-то. А немцы требуют. Но также требуют борьбы с организованной преступностью, контроля за использованием оружия в плане Устава ООН. То есть мы должны соблюдать Устав ООН, соблюдать правила ведения войны. При этом, значит, первое, ну, про границы 91-го года я сказал. Второе. Они не вернут Российской Федерации никаких активов, пока не будут выплачены россиянами все убытки. и жестко поддержат в этом договоре бумага о том, что они будут требовать выдачи всех военных преступников, предвлечения, вернее, к ответственности всех военных преступников. Всех виноватых в военных злодеяниях и других зверствах, связанных с агрессией России против Украины. Они должны быть согласны с тем, что нужно обеспечить ответственность, это я просто перевожу с немецкого вам одновременно, ответственность за такие преступления, как нарушение международного права, которые сделаны российским руководством и другими российскими гражданами, в том числе российскими военнослужащими на территории Украины. В договоре с Францией, кроме того, что границы 91-го года я вам упомянул и строительство новой армии упомянул, тоже указаны суммы помощи. Ну, по сравнению с Германией, конечно, но все-таки Франция, кто бы подумать. В 22-м году 1,7 миллиарда евро, то есть она равна с Германией. В 22-м году 2,1 уже отстали от Германии, в 24-м 3 миллиарда, то есть совсем отстали от Германии. Еще из интересных новостей оттуда же, по-моему, то, что Япония оказалась главным донором финансовой помощи Украины в текущем году. В первые месяцы 24-го года, то есть вот полтора месяца прошло, нам уже оказана поддержка в 2,2 миллиарда долларов от Японии. Это мы сейчас говорим не про военную помощь, военную нам Япония, насколько я понимаю, не оказывает, но вот гражданская помощь 2,2 миллиарда долларов – это абсолютный рекорд. В смысле, среди всех стран мира – Япония. Почему Япония? Потому что Япония – это лидер, я вам помню, в начале… Похвастаю. Помните, я перед форумом, перед Минской конференцией по безопасности сказал, что согласно исследованию этой самой конференции, Япония – лидер по ненависти к России. То есть больше всего жителей, самый высокий процент жителей, 85% из всех стран мира, 85% японцев считают Россию главной угрозой всему человечеству. Поэтому они готовы нам помогать финансам. Ну и дальше Блумберга заголовок, значит, чем я хочу закончить историю Мюнхенской конференции. В Мюнхене доминировал пессимизм из-за возможного нападения России на членов НАТО. Так чего ж тут пессимистичного-то, ребята? Это называется реализм или реализм. Союзники Украины моделируют мир, в котором США отступают. То есть растущая тревога европейских союзников вытекает из осознания того, что они находятся в моменте, когда Россия ободрена своими успехами на поле боя, США могут уменьшить поддержку региона, а они сами сделали слишком мало для подготовки. Этот пессимизм доминировал в разговорах в эти выходные на Мюнхенской конференции, где лидеры и представители оборонных ведомств собрались, чтобы подвести итоги крупнейших геополитических угроз. Наскопоставленные чиновники в сфере безопасности выразили обеспокоенность по поводу нестабильности. Неспособность США предоставить миллиарды. Я не могу предсказать, сможет ли произойти нападение на территорию НАТО и когда именно, но это может произойти через 5-8 лет, сказал Писториус. А вот противник помощи Европе, даже Украине, сенатор республиканистей штата УГАИ Вэнс, мы, наверное, слышали уже о таком. Проблема Европы заключается в том, что она не обеспечивает достаточного сдерживания самостоятельно, потому что она не проявляет достаточной инициативы. Американское отдело безопасности позволило европейской безопасности а-тро-пи-ро-ваться. И вот теперь, внимание, правильный ответ. Так это не пессимистические настроения, это реализм и призыв к действию. Реализм и призыв к действию. Еще было очень много новостей еще на сегодня, но пора уже как бы почти заканчивать, да, во времени. Поэтому по-быстрому, наверное, сообщу, чтобы уже два раза не вставать. Выяснилось там, в ходе этой самой конференции, уж не знаю как, опять-таки на полях поболтали, что, оказывается, Шольц, ну, раз уж он там был, в прошлом году Шольц заблокировал назначение Урсула фон дер Ляйен генсеком НАТО, который все рассматривали как самого реального кандидата. За что? Почему он заблокировал? Потому что у нее критическое отношение к России. Опаньки! Ай-яй-яй, то есть, понимаете, заблокировал ее, но она же немка, сама гражданка Германии, Урсула фон дер Ляйен, и он свою же заблокировал, не дал назначить, к России плохо относятся. Плохо относятся к России. Это недостаток? Это недостаток? Ну, на самом деле, мы это жаль, с одной стороны, с другой стороны, будет Рюгге, скорее всего, генсеком НАТО, наш большой, огромный союзник, премьер-министр Голландии, который нам передает самолеты, ну, а Урсула останется на посту Еврокомиссии, где она тоже для нас много делает, поэтому минусов-то я здесь не вижу, но вот такая год назад была позиция у Шольца. Я думаю, сегодня он мог бы уже рассказать по-другому. И, кстати, уже рассказывает новый пакет военной помощи, оглашен прямо на пресс-конференции, на Минутовской конференции, 1,1 миллиарда евро от Германии, и туда входят 18 самоходных артиллерийских установок 155 миллиметров, 120 тысяч нарядов, 2 системы противоракетной обороны и 100 ракет для Айрис-Ти. Так что Шольц тоже не спит. Шольц не спит, Шольц нам помогает. Ну, хорошо, хочется закончить какой-то хорошей новостью. Значит, певица Лолита обещает восстанавливать храмы на оккупированных территориях. Представляю себе, как будут выглядеть эти храмы. Я думаю, примерно, как певица Лолита. Но это вот так вот они пытаются вылизать. Вылизать себе место на... Да, как это... Чем вы будете вылизывать себе место на российской сцене? Вот тем, что буду восстанавливать храмы. Филипп Киркоров опубликовал фотографию из разрушенного зала Дома культуры «Шахтер» в Горловке. Да, вот так впоткается на разрушенных этих. И что? Результат не замедлил себя знать. Его вернули в жюри в новом сезоне шоу «Маска». Но, скажем, мы, когда увидим Филиппа Киркорова в «Маске», «Маска», мы тебя знаем. Мы тебя видели в разрушенном зале Дома культуры «Шахтер». Ты – соучастник геноцида украинского народа. Мы тебя знаем. Мы тебя обязательно найдем. Стоило ли того? Вот смотрите. Ради того, чтобы выступить на российской сцене, стать членом жюри шоу «Маска», человек становится соучастником убийств массовых. Нормально вообще? Нет. На что только люди не идут. На что только люди не идут. А тем временем российский суд заочно арестовал актера Алексея Панина, обвиненного в терроризме. И я не случайно поставил эти новости подряд. Вот вам, значит, Киркоров, а вот вам Панин. Киркорова оправдали и вернули, а Панина, наоборот, заочно арестовали. За терроризм. Вы знаете, если Панин и террорист, он, конечно, сексуальный террорист, так известно. Послушайте интервью его Ксении Собчак. Прямо террорист, я террорист, я Иван Помидоров, хватит смущаться, наш козырь террор. Дело в том, что Алексей Панин рассказывал в интервью Ксении Собчак, как Филипп Киркоров у него… Но он признался, что он у Филиппа Киркорова тоже… Вот так. Поэтому я связал эти новости воедино. Но видите, когда Киркоров, то его оправдывают, а когда Панин, то его почему-то заочно арестовывают. Вы смотрели «Шетельман» за сегодня от 19 февраля. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok